Попасть детскому стоматологу миссия почти невыполнимая. Очередь занимает с вечера, но это совсем не значит, что утром удастся получить заветный номерок. В чем причина проблем и при каких обстоятельствах на этой неделе в стоматологии произошла драка между родителями, разбиралась Анастасия Карева. Семь утра. Двери детской стоматологии еще закрыты. В пол восьмого номерков выдадут всего 18, но в очереди намного больше людей. Основная масса понимает, их чада на прием сегодня не попадет. Каждый раз весь город сюда съезжается, ночами стоит, караулит, отмечается. Это вообще безобразие. А вы дома стоите? По крайней мере, я прихожу в третий раз. Мне не достается номерков, я прихожу просто отмечаться в списке. Обновляем списки. Вот еще в выходные будем ходить, наверное, отмечаться. За единственной в области детской стоматологической поликлиникой закреплено 46 тысяч пациентов. Рабочих мест всего 9, а врачей 14. Если в один день со всей области перед отпуском приедет каждый, то очередь растянется на полгорода. Такого не получится, что прям сегодня мы примем всех, кто хочет уехать сегодня. А зачастую так бывает, чуть ли не с чемоданами приходят. Вот мы сегодня вечером уезжаем, хотим полечить зубы. Но это же тоже несерьезно. Тем более, учитывая, что вся стоматология – это фактически хирургическая помощь. Которая, ну, ехать в дорогу – это просто опасно. Внезапный и массовый поход к стоматологу может быть опасен не только для детей. Накануне нервоз в очереди дошел до точки кипения. Некоторые люди стояли с 5 часов утра, и те, кто по спискам, пропустили свою очередь, дежурство ночью. И произошла потасовка очень сильная, прям милиция была, полиция. И дрались люди, и выводили некоторых. Такие ситуации только мешают и без того сложной работе врачей. Специалисты уверяют, есть методы цивилизованного похода к стоматологу. Например, кабинеты врача работают в некоторых школах. О грядущем отпуске напоминают стоматологи. Лучше вспоминать не с наступлением школьных каникул, а за несколько месяцев до них. Более подробно о проблеме и способах ее решения мы расскажем 9 июня в 19.00. Не пропустите специальный репортаж. Анастасия Карева, Андрей Карабань, Родион Нестеров. Специально для Арктик ТВ.